Хочу скорее приступить к новому меню. Боже мой, если бы вы только знали, через какую боль я сейчас иду. Походу, стола не будет. Раз, два, три. Чтобы потом сравнить с тем, что будет. Мучаешься и думаешь, ааа, давай! Ааа, новенький образ, ну наконец-таки, Сиэль, ты платье садил. А на самом деле, я хожу, ветер дует, трусы выглядывают из-за этого ветра. Платьице легкое. Думаю, какого хрена я его одела? Ну ладно, надо же ходить в платьице. Боже, девочка, ё-моё. Кто-то мне из подписчиц написал, Селена, не идут тебе эти объемные вещи и так далее. Твое это вот платьице и каблучок, вот. И все, девочка-девочка. Да ну и не мое это, если понутру, блин. Если кому-то, конечно, по кайфу видеть меня так, да, то, ну, вот вам, вот вы сами походите. В каблучках, да, в платьице все время. Это дискомфорт. К этому надо привыкать. И то за большие деньги, понимаете? А так нет, нет. По собственной воле каблучок и платьице, это исключительные только случаи для фотосессии. Вот для той самой фотосессии. Кто-то писал. В любой непонятной ситуации что-то заказала, например, что-нибудь по размеру там не подошло или там не выйдешь в таком на улицу. В любой непонятной ситуации вещь для фотосессии. Да. На самом деле, у нас столько вещей, что для чего их еще брать? Для фотосессии. Едет девушка, смотрите, в наикоротничьих шортах просто. Ой-ой-ой, привлекает внимание. Даже мое женское внимание привлекло. Ой, знаете, вот так вот, с таким вот платьицем немножечко, видите, животик у меня вот так расслабляю, как будто я беременная. И вот так вот еще иду, как я иду. Ну, ты 100% беременная. Я просто иду, как будто я не знаю, что. Мне больно, больно, мне больно. Так, сейчас я ищу салон. Салон. Я эпиляцию уже продолжаю делать. Хочу сделать подмышки. Еще кое-что там на ножках. Чуть-чуть. Сейчас мне надо найти только салон. По навигатору. Жара жуть, в машине так хорошо было. Ой. В платьице я. Видали? В кроссовочках и в платьице. Ножки офигевают. Мне сегодня очень надо позаниматься. Я так хочу, чтобы сейчас быстро мне все сделали. Я успела на тренировках все-таки? Если не успею, я надо дома через силу позаниматься. Хотите, покажу вам, как я это буду делать? Как пытка будет. Так, сходила, сделала эпиляцию себе, девочки. Ляжки, ноги, пальчики. Там чуть-чуть надо было сделать. И даже успеваю на тренинг. Побежала. Ну вот, просто сейчас от того, что я неповоротливая, я села в машину и ударилась башкой. От того, что ноги согнуть нормально не смогла. Все, короче, время вообще сейчас 20 минут. Представляете, у меня 40 минут. Я пошла тренироваться. Боже мой, если бы вы только знали, через какую боль я сейчас иду. Но я это делаю. Время без 15, я приехала. Успеваю на тренировку, которая тут одна днем будет. Иду. Посмотрим, как я себя буду чувствовать после тренировки. Надеюсь, будет легче. Вы видите, как я иду? Мне больно идти, как русалочка, которой, знаете, только ноги пришили, и она такая... Девочки, вот я дуренда. Забыла кофточку. Зато купальника у меня было. Смотрите. Лайфхак. Купальник, сверху шортики. Я пошла вместо за ними. Ольга. Где. Купальник. Олег. О, дихчули, Настена, эта трения была вообще тоже огонь, понимаешь? То есть не только понедельник, по понедельникам я с Настей буду жестить. Ну вот еще среда, все, у нас были ляжки, попа и пресс, просто. Я даже не все выполняла, потому что это нереально все выполняли, я умирала. Время сейчас 3 часа, я думаю, надо пораньше отсюда выезжать, потому что сейчас набегут после работы люди, уже будут подтягиваться сюда. Но позанималась я знатно, я думала, будет по Лайтове, а это прям, и знаете, когда все занимаются, ты не можешь не заниматься. Ты делаешь, и она и последний раз, и еще чуть-чуть, и просто, и снова на ноги было нормально. И на пресс прям до боли, до боли я уже прям не могла делать. Как я люблю пресс, я вспоминала. Я так люблю пресс, я могу много сделать. Ща им от тебя дадим жару. И я такая, ух, вот, ну хорошо, но уже полегче даже идти мне. Я вам так скажу, уже как-то покомфортнее. Два дня вот помучилась, да, и прям, и вы знаете, во время тренировки я вообще забыла, что у меня все болит, если честно. Я прям выполняла все то же самое, как выполняла бы, если бы у меня ничего не болело. Вот, вот прям иду сейчас, и уже вообще не так болит. Все, теперь главное не пропускать, главное не пропускать. Специально сейчас ничего нигде не покупаю. Сейчас иду домой и доедаю свои овощи тушеные. Вот, подъедаю всю, всю вредную еду, которая уже давно лежит, выкину. У которой срок подходит, не буду ее есть. Хочу скорее к новому меню. Хочу скорее приступить к новому меню, разложить все по контейнерам, заморочиться. Я даже думаю, не два дня, а три дня. Прям на три дня расписать все по меню. Вот, и прям по контейнерам все сложить. Надо, кстати, заехать в фикс прайс и набрать маленьких контейнеров. Не больших, а прям вот маленьких на одну порцию. Ой, очень хочу. Вот, спорт, если я налажу, все хорошо. Хорошо, мотиватор есть. Настя, все замечательно. Вот, еще надо мне один момент наладить. Блин, очень важный в своей жизни. И я знаю, что это дело вот в голове. Типа нету времени. Я на это всегда должна находить время. Это самое важное в жизни, что я должна делать. Не скажу вам. Это лично. Вы мне все говорите, что я не ношу вещи, которые у меня. Просто, ну, редко. Платье, кстати, очень быстро мнется. Глянь, я его погладила. Посидела, помялась. Отжирает. Но оно такое прикольненькое, летненькое. Задирается, конечно, все время. Ну, в общем, сегодня мне сделали комплименты по поводу моих кроссовок еще. Вот, так что, все. Я с собой горжусь. Крошки мои вот сейчас переоделась. Короче, Деньку в садик забирать. И все-таки хожу. Болит у меня все, особенно ноги. И я думаю, как я сегодня позанималась. Я вообще не понимаю, как. Я опять ходить не могу. Я опять встаю, как старушка, понимаете. Вот так вот, вот, помогая себе. Как я сегодня позанималась. Это какой-то мэджик, блин. Чудо какое-то. Я не знаю. Короче, завтра я записалась с девочкой на пулдэнс. Да. Там группа небольшая. Два пилона, должно быть. Я сейчас поузнавала. Группа небольшая. Четыре человека максимум собирается. И как бы по очереди на пилоне, видимо, там один. Короче, я не знаю, как это будет происходить. Я ни разу не делала. Я ходила как-то, занималась. В Москве была школа танцев. И у них, ну, там покупаешь абонемент, по-моему, на все, что хочешь. Вот. И ходишь, короче, когда тебе надо. По-моему, так было. И я помню, что я там и на пилон ходила, и на зомбуки-зомбу ходила. И на дэнс какой-то там, дэнс-холл что-то пробовала. Вот. И на пилоне мне понравилось. Но это действительно очень тяжело. Ноги в синяках. Я не знаю, кстати. Вот я собралась идти, лето, ноги оголяю. Ну, мне по кайфу. Мне вообще по кайфу сходить, посмотреть, как вообще тренировки проходят. Занятия стоят дополнительно 350 рублей всего в профитнес. Обычно дороже эти занятия стоят. И я всегда любила танцы, как это, на пилоне. Обычно там стриптиз-танцы на шесте. Но это грубо. Потому что пилон, на самом деле, и соревнования есть на пилоне. Я с девочками, когда сотрудничала, делала мероприятие одно. И ходила по всяким танцевальным школам. Вот. И сотрудничала с девочками. И у них тоже преподавали пулл-дэнс. И я знаю, что вот пулл-дэнс, что есть какие-то соревнования, что это очень тяжело, что это вот прям, знаете, спортивные тела у них у всех такие. И там очень серьезно. Это не просто там танцы на шесте, знаете, стриптизерские. Это спорт. Вот. Можно так сказать. И я тогда, когда об этом узнала... Ну, мне всегда нравились танцы на шесте, да, так скажем. Это красиво, это сексуально. Это, блин, это круто. Уметь. Я люблю это делать. Люблю. Мне нравится танцевать. А еще, когда узнала, что проходят и соревнования, что люди серьезно этим занимаются, что целое там направление есть по этим танцам, да. Я еще больше вообще прям и зауважала, прям и думаю, блин, да нифига себе, это не просто танцы на шесте. Это... Что? И попробуй сделай какой-нибудь трюк там. Вот. Так что я занималась в Москве, и я попробую вспомнить что-нибудь. Конечно, все уже слабенько, и вообще у меня все болит. Ну, я надеюсь, что завтра я на шесте потанцую точно так же, как и сегодня позанималась. Неплохо. Я переоделась вот. Такой вот лучок у меня в шортиках. Шортики Фаберлик. Футболочка Василек. Шлепочки Дикин Вай. Хвостик с тренировки не переделывала. За Денькой в саду. Всем доброе утро. Что-то даже прохладно, мне кажется. Надо было Деньке взять что-нибудь. Кофточку какую-то я не взяла. Хотя, если будет дождь, то они гулять не будут. Собачка вон так сладко спит. А вон их две даже. Сразу услышала собачка. Видимо, часто ее собачкой называют. Как будто имя ее назвали. Вот как я не снимала, так гром. Включим камеру. И гром заканчивается. Хочу вам заснять, блин, какие раскаты грома. Ну, такие не прям сильные, страшные, да? Ну, вот там по небу идут. Слышно, нет, не знаю. Ну, вот Деньку только отвела. И пошел дождь. Уже на обратном пути. Все, бегим быстро. Он пока не сильно, пока еще умудряюсь между капель пробежать. Фух, прибежала домой. В общем-то, ну, чуть-чуть намочилась. Вот тут особенно я шла вперед. У меня здесь капляка полей. У меня прям мокрая вот здесь. А так в целом не очень сильно намочилась. Сейчас иду и вспоминаю, вот насколько память у меня. Иду и вспоминаю, что сегодня английский у меня. Надо не забыть, что коммуналку скорее уже 20 нужное число. Коммуналку надо скорее, ну, написать эти данные, чтобы там посчитать и все. Иду и держу в голове коммуналка английский, коммуналка английский. Доброе утро, мои хорошие. Уже в кровати снова, да? Да не, на самом деле я уже разделась. Просто специально сюда легла, чтобы яркие краски были сзади. А я сейчас иду в ванну. Я уже видео для вас подготовила на оба канала. Такие прям классные. Прям аж кайфую, когда все классно получается. Вот, у меня через полчаса английский, а я хочу сейчас быстро голову помыть, замотать ее и уже английский позаниматься с головой. Такой пусть она потихоньку пока присушивается. И как раз закончится английский, я высушу голову. Сегодня у меня полдэнс, и я, честно говоря, ну, полегче ноги уже, но чуть-чуть полегче, все равно они болят. Я не знаю, кто будет заниматься. Иди ко мне, звездам. Пришла к маме, такая тут ластится. Ой, все, он начинает с умывалки. Мама, ты должна быть чистой. Мама, ты должна быть чистой. Я тебе сейчас помою. Че моя ложка? Че моя... Моя ложка такая заболевая. Да? Скажи, мама легла, и надо скорее ее оседлать. Она все время ляжет где-то рядом, там только-то дверь свистнет. Ой, о тебе, о тебе говорю. Только дверь свистнет или еще что? Чумошонки. И она сразу смотрит, такая. По-моему, откуда собралась? Я не поняла. Я ухожу или что-то там это там... Ме-е-е-е. Я тебе еще еды не дала сегодня. Кстати, кушать пойдем. Я же ее выложила, я ей не даю холодную еду, я ее выкладываю, и она там 5-10 минут до комнатной температуры, чтобы она потом не чихала, она как-то так чихает, если холодную есть. Все, помыла голову, на помыть голову у меня время было. Так, сейчас у меня через одну минуту уже начинается английский. И сделала себе кофе, чуть-чуть съела, 2 ложки вот этого гранолы, залитой кефиром, просто это утром, это просто нечто вкусное. Но, наверное, сегодня это последний раз будет, потому что потом я буду делать уже более диетическую, то же самое, только я буду заливать не кефиром, а, наверное, йогуртом каким-то, 1% или 0% и буду заливать конкретно, овсянку без добавления сахара и всего такого, и отдельно сама буду использовать, наверное, там курагу, орешки, что-то такое. В общем, сама этот десерт сделаю. Ой, девчуни мои, я снова какой-то герой, и вот в половину молодец выезжаю. Я уже надела на себя костюм спортивный, вот он серенький, в нем еще ни разу не занималась, мне он очень нравится, я его заказывала тоже, по-моему, на Шейн, это четверка вообще. Ну, в общем, вы наверняка смотрели, здесь у меня короткие шорты, мне сказала девочка прийти в коротких шортах и в топе, чтобы был рукавчик, вот. И здесь в комплекте входит вот такой с рукавчиком, и входит еще без рукавчика, вот я взяла шорты и с рукавчиком. Носки еще сказала. И еще я помню, что если мы на пилоне работаем, да, то не надо кремом мазать тело. Она, кстати, этого не сказала, может быть, забыла, но я помню, что я же буду соскальзывать и руки, ну, как бы ни маслом, ни кремом никаким не мазать. Я вот сегодня искупалась и ничего не мазала. Волосы помыла, чтобы развивались. В общем, попытаюсь вам что-нибудь подснять, что я там могу. Ну, я на самом деле ничего не могу практически на пилоне делать, такие простые, может, какие-то моменты. Есть же еще пилон крутится, есть не крутится. Тут, наверное, будет не крутиться, поэтому еще сложнее. В общем, посмотрим, чему я научусь сегодня. И попробую вам заснять какие-нибудь прикольные штуки. И, в общем, посмотрим уровень, который у меня сейчас и который будет. Это я все для любимого своего, для вас, для контента. Вот, и хочется быть сильной, хочется красиво двигаться. В общем-то. На улице, кстати, сейчас прохладно. Так что, то, что вы видите, у меня костюм сверху. Я просто думаю, сейчас я могу опаздывать уже, пока сейчас доеду, чтобы быстро снять костюм и все, и побежать уже. Да, кроссовки на месте. Вот, и это. На самом деле у меня и кроссовки одеты. Одеты. И вот даже вот у меня сейчас кондиционер, и мне холодно. Я бы его сделала бы теплым. Ну что, я иду начинаться взрослые танцы. Вот так я выгляжу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, девчоночки, это было нечто. Честно говоря, сначала я позанималась и размялась, я уже чувствовала, что что-то будет тяжело. Потом начали эти акробатические штуки делать, и просто я не справляюсь. У меня, оказывается, руки слабые, пресс слабый, ноги слабые, все у меня слабое. Вот, относительно полдэнса, да. Вот, но когда, ну, сначала у меня что-то не получалось, я такая думаю, блин, не буду ходить, не получается. Я люблю, когда у меня хоть что-нибудь получается. Хотя девчонки рядом со мной уже там делают какие-то акробатические элементы нормально. Вот. А потом она дала другие, и у меня начало получаться. Прямо я начала держаться, но все, это больно. Мне кажется, у меня будет несколько синяков, блин, здесь посмотрим. Ну, в общем, раз в недельку, наверное, буду ходить на полдэнс. Мне понравилось. Вот. И качается все. Поясница, руки, ноги, пресс. Вот. Короче, пока буду ходить. Так, сейчас надо промчаться по магазинам. И, в общем-то, я подумала, что надо покушать, чтобы в тот момент, когда я буду очень голодная, чтобы я не сорвалась и не съела какой-нибудь дрянь. Вот. Здесь есть фитнес-кафе у нас. И здесь есть комплексный обед. Первый раз увидела. Сейчас посмотрим, что они мне дадут. Стоит всего 250 рублей. Там и салат, и первое, и второе. И компот. Нет, компота нет, я буду воду пить. Итак, салатик уже принесли. Это редис с яйцом, с зеленью. Чем заправлено, кстати, я не знаю. Да, это все показала. Рыбный супчик. Очень, кстати, мелко все так сделано. Здесь семга у нас рыбная. Ну, ее немножко. И макароны с тефтелями, тефтели свиноговяжьи. Но макароны я, наверное, есть не буду. Может быть, пару штучек клюну. Потому что, честно говоря, это для меня большая порция. 250 рублей всего. Класс. Надо обедать здесь. Знаете, вот сижу, я ем такая и горжусь собой. Ну, кто к ней будет собой гордиться, когда прилагаются какие-то усилия. Все-таки надо приложить усилия, чтобы вот прям встать утречком, поделать дела все, позаниматься английским. После английского пойти сразу на тренировочку, прокачать мышцы. Блин, прокачались конкретно. Это прям, знаете, я раньше думала, не то, что раньше думала, а вообще думала, буду на полден сходить просто для развлечения. Ни хрена. Полноценное трение просто. Вот. Пообедала нормально. Я одну тефтелю не доела, макароны не трогала. И объелась. Естественно, поснимала себя и на камеру, и на телефон свои первые шаги на пилоне, чтобы потом сравнить с тем, что будет. Я планирую ходить и планирую красиво танцевать. И планирую выкладывать вам все это дело в инстаграмчике, радовать вас какими-нибудь красивыми акробатическими элементами или красивыми связочками какими-то. Вот. И даже сейчас у пилона мое тело смотрится нормально даже. Я так посмотрела, я на телефоне уже сняла, здесь на камеру понятно, я не посмотрю, а на телефоне я сняла, и мне даже не стыдно выложить, если честно. Понятно, что там немножко смешновато, и руки слабые, я падаю, ноги не держат, и на самом деле больно в каких-то местах, и рука больно, потому что мы на пилоне держимся иногда за счет того, что мы не скользим. То есть мы вот так вот, да, допустим, раз, и оно бывает прям так передавливает, вот так вот прям, эй, прям больно. Не то, что даже, может, и силы есть, но больно и спадает. То есть надо привыкнуть к этой боли, надо накачать мышцы, надо понять, за счет чего мы там держимся, что где происходит. Ну, я думаю, что у меня быстро получится, у девочек получается, и у меня получится. Так что все будет, вот, и хорошее настроение. Все, сейчас я пойду по магазинам некоторым, которые мне нужно для съемок вам все взять, и потом домой сегодня у Денечки бассейн. Нас тоже перенесли опять на 6 часов, даже на 18, на 18 или на 18.30 даже. Постоянно там кто-то отписывается. Эти постоянные клиенты постоянно отписываются и нас переносят. Ну, ладно. Может быть, там никто даже и не записывается на это время, знаете. Просто резервное какое-то. Ну, ладно. Фух, девочки, ну успела я что, в один магазинчик съездить, подснять там вам все и покупки сделать. И сейчас уже приехала домой, время уже половина. Сейчас занесу все пакеты домой, соберу котомочку Денни в этот бассейн и пойдем с ним в бассейн. Что-то я пока туда-сюда походила, я уже проголодалась, во-первых. Сейчас что-нибудь перекушу дома. И у меня трындец, как болит поясница. Вот на пилоне вот эта вот поясница, просто жесть, как болит мышца. У меня и так мышцы спины, ну, в принципе, такие прокачанные достаточно. Всегда мне вот как-то говорили, что у меня спина какая-то прокачанная, хотя я ее никогда не качала. Не знаю. Знаете, может быть, почему? Потому что у меня, ну, почему говорят, что прокачанная? Потому что видно, у меня такие, знаете, глубокие такие вот мышцы как будто. Вот. А я вообще стала замечать в последнее время, ну, не последнее даже время, а какие-то годы последние, что у меня все время напряжена поясница. То есть я не могу вот так вот просто расслабленно лежать на спине. У меня все время поднимается поясница. Может быть, поэтому, потому что она все время в тонусе, в таком, да, и она как бы вот мышцы вот такие вот работают. И чтобы мне ее расслабить, мне нужно обратить на это внимание. То есть как только я обращаю внимание на поясницу, я замечаю, что она у меня вот в таком положении вечно, в тонусе, и я вот тогда ее расслабляю и как-то стараюсь ложиться правильно. Стоит мне отвлечься, у меня опять она вот так вот идет. Вот может быть поэтому. Но вот здесь на пилоне прокачка будет вообще поясница нереальная. Доброе утро, мой хороший. Точнее, доброго дня. Я опять какая-то супермолодец. Прям хочется сразу включить камеру, поделиться. И снова еду на тренировку. Ну, потому что вчера, хоть и была такая, ну, тренировка, все-таки вроде бы и на все мышцы, да, но все равно хочется как-то прокачать больше там как-то вот, да, все-таки мы там как-то танцевали. Мы чуть разомнулись, да, и как-то больше, ну, не знаю. Короче, я на всякий случай сегодня хочу сходить на тренировку, потому что завтра вдруг я не попаду на аэро-йогу. У меня будет два дня перерыв тогда. Ну, аэро-йога мне тоже кажется, что не сильно там что-то такое будет. Пока, знаете, особенно еще, когда только знакомишься с чем-то, да, и ты делаешь так все в полсилы как-то неполноценно, мне кажется. Поэтому сегодня мне хочется нормально позаниматься. Сейчас я еду к двум часам прям, думаю, успею. Хорошо позаниматься. А завтра, если что, вдруг не получится, потому что я завтра с малым буду. Но я как бы планирую с ним вместе сходить, в детское его оставить, позаниматься. Но мало ли вдруг что, он там не захочет сидеть, настроение будет не то, как бы. И получается, я в выходные не буду заниматься, а в понедельник уже с Настей будем заниматься. Так, и что я сегодня? Ну, как бы пока диету я особо не соблюдаю. Опять стараюсь есть там, не есть как обычно, как получится, да. Уже контейнеры приготовила все на самом деле. Вот, ну, сейчас. Вот сегодня вечером, наверное, буду думать уже об этом. Уже загляну в меню, посмотрю, что у меня есть. Может, немного переберу. Мне кажется, вообще суббота у меня будет вот. Надо на что-то, на такое потратить день. А мне, честно говоря, дня жалко. Мне жалко тратить свое время на уборку, готовку. Мне кажется, это такие бытовые, примиссивные вещи, на которые просто человек не должен тратить свое время. Ну, не знаю, но я понимаю, что это необходимо, да, это важно. Но когда ты это не любишь делать, ты вообще прям замечаешь, сколько времени на это уходит. И вот реально нужно потратить весь день, чтобы убрать все в квартире, перекладывать какие-то вещи с вещи, что-то отдать, что-то разложить, приготовить, что-то помыть там и так далее. Кстати, сегодня я позвонила человеку, который делает балконы. Он должен прийти, я ему хочу сказать, что я хочу, да, на балконе. И он должен прикинуть, посчитать, делают они, не делают. Потому что я в одно место позвонила, они говорят, мы не утепляем балкон, если вы остекленение не заказываете. И не делаем отделку, там все такое, думаю, странное. А здесь вроде бы, вот я сказала, что новостройка, все дела. Ну, в общем, придет вечером, посмотрим, что-что скажет вообще, что по деньгам, что к чему, может как-то. Ну, короче, планирую, да, сделать балкончик надо этим летом, я же собиралась. Вот, а что касаемо стола, то походу стола не будет, девчонки. Походу стола не будет. Ну, потому что люди просто мне не звонят, не звонят, не пишут. Вроде бы как стол там стоит, вот, вроде бы как стол стоит, но... Честно говоря, просто стол этот делали мои знакомые. Они занимаются, они ко мне обратились, они занимаются столами, вот. И, ну, как бы обратились раскручивать там контору, там все дела. И предложили мне сделать вот стол в обмен на отзыв. Вот, и на сегодняшний день, как бы, стол готов, и стол уже в Ростове. Но он находится у человека, который непосредственно, вот, как бы, занимается всеми этими делами. И, как бы, сначала он мне сказал, что у него там полностью забито все, график, и просто нету места для меня, он сказал, будет тогда-то. Потом, тогда, когда пришло время, опять все тогда-то, и, короче, какие-то обещания, то все, и в итоге человек вообще просто пропал, вот. А я человек принципиальный. Я не могу, как я вам могу рекомендовать вообще людей, которые просто элементарно, ну, несерьезно относятся к своей работе. Поэтому стола не будет, во всяком случае, рекомендовать я точно не буду. Вот, ну, и мне этот стол и не нужен, в принципе. Я лучше обращусь в контору, которая меня не знает, да, заплачу деньги, но буду требовать, буду требовать, чтобы все было в срок. И вы поняли, да? Вот, так что стола не будет, я от него все никак не могу отказаться. Мне нужно просто найти время, а я все время вчера ночью такая думаю написать, потом, ну, какой ночью писать, надо днем написать. Сейчас я вот уже за рулем не буду писать. Ну, короче, я планирую отказаться от этого стола и сказать, что оставьте его себе. Я рекомендовать не буду его. Поэтому стол пока что у нас откладывается. Вот, первым делом балкон сделаем. А, вот, у меня все время разные мысли просто приходят по поводу, да, стола, как лучше поступить. Но я для себя внутри уже решила, как, ну, как я отношусь к этому и что я буду делать. А, вот, я еще хотела не писать, а мне просто интересно, когда мне напишут. Вот когда. Ну, просто был один момент, что, да, там, вроде два месяца прошло, стол готов. Мне написали, что стол у меня, я его соберу и привезу, уже готово. Так, все, проходит неделя, другая, я пишу, как там стол. Мне говорят, на этой неделе не получается, на следующей, в конце все получится. Окей, проходит неделя. Я пишу опять, мне опять пишут, опять не получается, там завал какой-то и так далее. Вот, и типа вот опять на следующей. Ну, короче, даже не завтраками кормят, а неделями кормят. И все, и в какой-то момент я перестала писать. Вот, и все. И теперь мне интересно, ну, уже прошло довольно-таки много времени. Недель много прошло. И мне интересно просто сам человек, когда напишет. И даже я, наверное, писать не буду. И даже закажу стол в другой конторе. И даже ничего говорить не буду. Наверное, вот так сделаю. Тело все еще побаливает немного. Еще такая. Иду, чувствую мышцу тяжелую. Вот. Поэтому иду заниматься тоже, чтобы это, ну, чтобы уже быстрее в норму прийти. И вообще, вот классно было бы заниматься с утра. Даже кофе не надо пить. Как бодрит. Я прям вот иду за этим состоянием бодряка, тонуса такого, вы знаете. Раз, два, три. Раз, два, три. Мне интересно, когда-нибудь на Стоне тот день, когда тренировка будет для меня прям, ой, все, все сделала, выполнила, не отдыхала, чтобы я не сдыхала, не было. Будет когда-нибудь такое? Я сегодня захожу в зал, а мне тренер говорит, сегодня легкая, сегодня легче, чем в среду, чем позавчера. И такая, о, классно. Сдыхала просто. Мне кажется, мы сегодня много делаем на руки. Вот, вот, грудная клетка, руки, бицепсы, вот это вот все. И вот, и немного на пресс, и много на ноги еще, не выдерживала. Сейчас заказала себе индейку запеченную с болгарским перцем и брокколем. Короче, индейка запеченная с овощами. Все, начинаю, уже начинаю нормально питаться. Вот. Ну, сегодня вечером буду готовить мясо. Ну что, крошки мои, заказала в этот раз. Решила не обед комплексный заказывать, потому что там что-то была гречка со свиными медальонами. Свинина не лучшее, как бы, да, решение. Потом с макаронами суп был. И оливье салат, ну куда, блин, там майонез и все дела. Я, в общем, заказала отдельно блюдо. Запеченная индейка с овощами. Здесь у нас болгарский перец и брокколи. Пахнет очень вкусно. Вот сейчас погодка, на самом деле, самая то. Так вкусно поела. И, главное, полезно. Вкусно и полезно, это редко. Погода такая, что такой легкий ветерок. Температура отличная. Прям так всегда бы было, на самом деле. Было бы хорошо. Ну, то есть, это в моем понимании такое вот лето, которое должно быть. Без жары, когда ты идешь и умираешь. Просто вот ты идешь и кайфуешь. Ну, так должно проходить лето. И тогда лето – мое любимое время года. А лето, которое сейчас не ад какой-то, пекло. В огне оришь. Мучаешься и думаешь, ааа, давай. Ой, башка вообще не соображает. Даже дома нужно так нахолодить, чтобы функционировать вообще. Короче, у меня опять все болит. Меня уже сегодня спросила это тренер. Вы придете завтра на аэро-йогу? Я говорю, я планирую. Короче, если я что-то вдруг захотела, меня не остановить. Я как угорелая. Давай, ходить на все. Ну, это я эту неделю, на самом деле, я изучаю вообще, что за тренировки и куда я хочу ходить. Ой, ну что, крошки, забрала. Денечка, на восьмерочку сделай. На восемь. А то громко очень. Хитрит мой. Спасибо. Ой, забрала Даньку в садику. В садика. Пожаловались мне на его поведение. Балуются там с девчонкой, с подружкой своей. Убегают от воспитателей. Спать не хотят. Короче, наругала я его сегодня. Ну, вроде бы пообещала. Пообещала, хорошо себя вести, да? Да. Вот. Ну, я надеюсь. Моя рыбка будет хорошо себя вести. Впереди у нас выходные. Что-то, короче, я уже под вечер, вот жарковато. Сейчас прям кондер хоть включай. Сейчас переоденусь и буду вообще просто ничего не делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok